На четвертом этаже Поволжского колледжа технологии и менеджмента тишина летних каникул нарушается скрежетом перфораторов, дрелей, болгарок. Здесь проходит ремонт сразу нескольких кабинетов. В них разместятся современные лаборатории для занятий студентов, которые осваивают профессии аппаратчиков и лаборантов. Впервые была с 2013 года набрана группа по подготовке аппаратчиков. Прошлый год они обучались теорией. Второй курс, соответственно, уже нужна больше практика. Поэтому наша задача сейчас сделать им комфортной лаборатории, чтобы ребята уже могли на конкретных примерах применять те знания, которые они получили в предыдущие годы обучения. Александр Чесноков со своими коллегами приезжает в колледж каждую неделю. Интерес объясним. Новые лаборатории создаются здесь при поддержке ФосАгро. Компания выделила на проект 26 миллионов рублей. Она заинтересована в подготовке молодых перспективных специалистов для своего Балаковского подразделения. Ведь не секрет, что рабочих рук сегодня не хватает. Вот и решили химики совместно с руководством колледжа действовать на перспективу. В итоге мы планируем получить, что у нас будет подготовка ежегодно две группы химиков. Это аппаратчики, это лаборанты и одна группа слесарей-ремонтников. Соответственно, для нас это засчитано на перспективу. Комиссия во время визитов в колледж оценивает темпы ремонта, оперативно решает возникающие вопросы. Главный архитектор Балаковского филиала АО «Апатит» Александр Никулин признается, самый сложный этап работ, разработка и принятие проекта позади. Как только стало понятно, что стороны хотят получить в итоге, работа закипела. Выполнена прокладка по сетям кабелей несущим. То есть, на сегодняшний день мы, можно сказать, выходим уже на финишную отделку. По словам Александра Никулина, каждый социальный проект ФосАгро – это вклад компании в будущее города и региона. Именно поэтому она уделяет внимание наиболее важным направлениям – благоустройству Балакова, развитию культуры, здравоохранения, образования. Создание лаборатории – лишь один из первых шагов на пути к решению кадровой проблемы. В следующем году колледж и ФосАгро будут совместно работать уже в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Тогда на развитие материально-технической базы образовательного учреждения из федерального регионального бюджетов и средств компании ФосАгро будет направлено 120 миллионов рублей. Пока же задача – завершить текущий ремонт. Срок – 1 сентября. Продолжение следует...